МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спорт". Одна из самых важных составляющих в жизни современной молодежи. Он мотивирует, укрепляет здоровье, воспитывает характер, волю, стремление к победе во всех аспектах нашей динамичной жизни. Дает много других положительных качеств. А когда это спорт массовый, то все эти преимущества получают миллионы подростков. Вот уже на протяжении многих лет государство целенаправленно развивает массовый спорт. И одним из звеньев в этой цепи является система спортакиад и универсиад. Эти спортивные события проводятся ежегодно по зимним и летним видам спорта. В них участвуют десятки тысяч спортсменов по всей стране. Будущие и уже состоявшиеся звезды. В марте 2017 года пришел черед очередной, уже восьмой по счету спортакиады, учащихся России. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил, что подобные соревнования очень важны для развития спорта и формирования сборных команд. Вы знаете, что мы сейчас анализируем, практически все тех, кого мы знаем и чьими результатами мы гордимся, они все прошли через спортакиадное движение. В основном они все были в первой шестерке, поэтому такая статистика есть. И по сути дела проведение таких вот комплексных соревнований, это по сути некий этап для попадания потом в юниорские, в юношеские сборные команды и в основную команду. А потом уже в поступление на крупнейших международных соревнованиях. Именно поэтому в этих целях мы как раз возрождали спортакиаду в 2003 году. У спортакиады важная миссия. Она способствует развитию физической культуры и спорта, продвижению в молодежной среде ценностей активного и здорового образа жизни, открывает новые таланты, которые впоследствии могут проявить себя в национальной сборной России. Директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырубаев поделился планами по развитию подобных соревнований в будущем. Федеральный центр подготовки спортивного резерва совместно с Общероссийскими спортивными федерациями и старшими тренерами по резерву мы разработали уже 10 примерных программ спортивной подготовки на основе федеральных стандартов. И это вот как раз единые требования к тренировочному процессу. И сейчас мы совместно с Общероссийскими спортивными федерациями проводим семинары. Я думаю, что вот эти семинары тоже лягут в основу и во время проведения спартакиад вот таких мастер-классов и внедрения вот именно вот этих примерных программ в подготовку юных спортсменов. Подход к проведению соревнований на финальном этапе был самым серьезным. И по-иному не могло быть, ведь главным судьей спартакиады стала олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова. Несмотря на занятость, она нашла время для своего участия в спартакиаде и теперь делится своими впечатлениями о ней. Вовлечено в процесс спартакиады учащихся было много юных спортсменов от 14 до 17 лет по 18 видам спорта. 62 субъекта Российской Федерации приняли участие в этой спартакиаде. То есть такое вот достаточно большое представительство. И цель, в общем-то, такая и была. Это пропаганда здорового образа жизни, спорта. И мы просматриваем наш резерв. Резерв на будущее, на будущие Олимпиады, на будущие чемпионаты мира. Вот тех молодых ребят, которых мы можем включить и юниорские сборные, и сборные молодежные. И, соответственно, уже в дальнейшем, я надеюсь, что они будут участвовать в более серьезных соревнованиях, таких как Олимпиада. Что же касается спортивных итогов спартакиады, то в этом году в системе оценки регионов произошли изменения. Регионы соревновались в трех группах. Первая – свыше двух миллионов жителей. Вторая – до двух миллионов. Третья – до одного миллиона человек. В первой группе две высшие ступени пьедестала остались за столичным регионом. Первой стала Москва, а второе место у Московской области. Третьими же стали спортсмены из северной столицы Санкт-Петербурга. Во второй группе лидером стала Вологодская область. Вслед за ней расположились Ленинградская область и Удмуртская республика. Мурманская область заняла первое место в третьей группе. Второй стала Республика Мордовия. Третья ступень пьедестала – за Магаданской областью. Каждый из восьми регионов, которые принимали финальные соревнования, стал на это время родным домом для спортсменов. Старался создать все условия, предоставить свои лучшие спортсооружения. Сделать все для того, чтобы молодые спортсмены почувствовали дух больших и серьезных соревнований. И Спартакеада стала для них именно таким событием. Событием, которое надолго останется в памяти. Событием, которое объединило их. Событием, которое позволило дать шанс каждому из них проявить себя в полной мере и стать ближе к своей цели, к своей мечте. Кто они – герои Спартакеады? Это молодые спортсмены, большая часть жизни которых связана с тренировками и сборами. Их результаты и достижения – только видимая часть успеха. Зачастую за яркими победами мы забываем о тех, кто является одними из главных вдохновителей этих достижений. Тех, кто так же, как и спортсмен, работает ради высоких результатов. Тех, кто переживает за своих воспитанников всем сердцем, как отец или мать. Это тренеры. Их роль в становлении спортсмена, в его развитии, в его мотивации очень важна. Вы знаете, мне кажется, роль тренера никогда не меняется. Тренер – это основной человек в твоей спортивной жизни. Это не просто тренер, это наставник, это педагог, это тот человек, который тебя обучает не только спортивному мастерству, а вообще и отношению к жизни, отношению к работе, отношению к твоим друзьям. Потому что с тренером ты проводишь, наверное, не меньшую часть своей жизни, чем ты проводишь дома в семье. И от того, какой у тебя будет тренер, во многом зависит, состоишь ли ты в спорте как спортсмен, состоишь ли ты в жизни как человек. Победа – это всегда совместный труд. Это напряженная работа в тандеме тренер-спортсмен. И когда такой тандем работает слаженно, душа в душу, то приходят самые высокие результаты. Вырастают великие спортсмены. В нашем фильме вы увидите несколько ярких историй спорта Киады, рассказывающих о ее героях, спортсменах и их тренерах, об их достижениях и эмоциях, кропотливом труде и секретах успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова